День косоворотки – праздник молодой. Впервые его отметили в 2020 году. Дату выбрали не случайно. Именно 12 июля на Руси начинался сенокос. Родители дарили молодым сыновьям новые косоворотки для работы, как символ взросления и приобщения к крестьянскому труду. Эти и другие факты библиотекарей рассказали юным посетителям. А после ребята сделали своими руками бумажные рубахи. Я делала вот такую вот рубашку. У меня вот здесь вот ромбики, цветы, волны, солнце и петушок. Мне мероприятие понравилось. Я сделала косоворотку. Вот я запомнила то, что косоворотка, она от слова «коса» и «ворот». И она одевается на шею. Она идет не по середине тела, а сбоку. Также в день косоворотки юные посетители библиотеки и их родители поучаствовали в конкурсе на знания русских народных промыслов. Кстати, в фойе учреждения открылась выставка жословских подносов, павлопосадских платков, русских матрешек, семикаракарской керамики, посуды, расписанной к желью и хохломой. Наша прекрасная выставка называется «Русские промыслы». Она посвящена культуре, творчеству народов России, а также сегодняшним праздником – День косоворотки. Открыли мы на прошлой неделе, ну и в течение месяца она будет действовать. Так что приглашаем, пожалуйста. Библиотекари рассказывают, все экспонаты выставки оригинальны. Их привезли из тех городов, откуда берут свое начало русские промыслы. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...